Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы к нам присоединились. Пожалуйста, возьмите свою Библию, ручку и бумагу и учитесь вместе с нами. Ожидайте что-то от Бога сегодня. Высвобождайте свою веру. Мы собрались с друзьями в домашней обстановке, чтобы вместе насладиться словом. И мы приглашаем вас провести это время с нами и верить Богу о том, в чем вы нуждаетесь сегодня. Аминь. Последние несколько недель у нас проходит «Школа исцеления». Мы разбираем 19 случаев исцеления, записанных во время земного служения Иисуса. Строчку за строчкой, стих за стихом. Мы их изучаем, потому что, делая то, что делали эти люди, мы получим то, что они получили. К тому же, исцеление – часть нашего завета. И нам нужно стать в нем умелыми. Нам нужно приобретать знания о том, как принять свое исцеление, а также как служить исцелением другим. И это должны делать не только служители. Не только пять даров служения, например, пасторы, могут служить исцелением. Слово говорит «возложат руки на больных, и они будут здоровы». Это поручение дано абсолютно каждому верующему. Так что нам необходимо иметь знания и мастерски их использовать, быть делателями, уметь их применять. Именно этим мы и занимаемся в «Школе исцеления». Так что ведите записи, учитесь, читая Библию вместе с нами. «Слушая учение слова, вы можете исцелиться прямо там, где вы находитесь». Вам не нужно дожидаться, пока кто-то возложит на вас руки. Есть помазание на слове, а помазание разрушает ярмо. Исайя говорит нам об этом. Поэтому, сидя и слушая учение слова, вы можете получить исцеление прямо там, где вы есть, или в исполнении любой другой нужды, высвободив для этого свою веру. Откройте со мной, пожалуйста, седьмую главу Марка. Мы прочитаем с 31 по 37 стих. Это место писания об исцелении глухого косноязычного. То есть этот человек не слышал и не мог говорить. Читаем Марка 7, 31. «Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия». Это было десять разных городов. 32 стих. «Привели к Иисусу глухого косноязычного и просили Его возложить на Него руку. Иисус, отведя Его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши Ему и, плюнув, коснулся языка Его. И, возрев на небо, вздохнул и сказал Ему, «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у Него слух, и разрешились узы Его языка, и стал говорить чисто. И Иисус повелел им не сказывать никому. Но сколько Он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили, «Все хорошо делает». И глухих делает слышащими, и немых говорящими. Давайте вернемся к 32 стиху и начнем изучать подробно. «Привели к Нему глухого, косноязычного, и просили Его возложить на Него руку». В этом месте Писания другие люди вовлечены в исцеление глухонемого. Они заинтересованы в том, чтобы он получил помощь. У них есть сострадание. Их интересует другой человек. Нам нужно быть заинтересованными в том, чтобы другие получали то, в чем они нуждаются от Бога. Люди, приведшие этого человека к Иисусу, наверняка что-то слышали об Иисусе. Иначе они бы не знали, что можно привести Его к Иисусу. Они наверняка слышали, что Иисус – целитель. Почему? Потому что они привели к Нему больного. Несложно догадаться. Очевидно, они что-то слышали об Иисусе или видели Его служение исцеления. Окружение этого больного было особенным. Почему? Люди ожидали ответа для Него. Люди жаждали чего-то для Него. Для сравнения, мы видели, что слепой Вартимей не был окружен людьми, которые хотели чего-то для Него. Но, когда слепой Вартимей услышал, что Иисус идет по дороге, Он начал взывать к Нему. И людей это так раздражало, что они сказали Ему заткнуться. Они сказали Ему замолчать. А этот глухонемой был благословен окружением, заинтересованным в Его благополучии. Нам нужно быть заинтересованными в благополучии других. И мы также видим, что важно, кто нас окружает. Это важно. Что если бы люди, приведшие этого человека к Иисусу, услышав или увидев служение исцеления Иисуса, сказали бы, «Я в это не верю». Или насмехались бы и издевались бы над этим. Ведь были люди, которые так поступали. Были люди, которые не ожидали ничего от Иисуса. атаковали его, насмехались над ним. Что если бы у этого человека было такое окружение? Это повлияло бы на ход его жизни. Поэтому важно не впускать в свой близкий круг тех, кто насмехается над Божьими вещами, кто говорит о них пренебрежительно. Важно, чтобы люди в вашем окружении почтительно относились к Божьим вещам. Потому что однажды вам может понадобиться их помощь. Однажды вам может понадобиться их вера. Люди в окружении глухонемого применяли свою веру. Не так ли? Они ожидали чего-то для этого человека, иначе они не привели бы его. Из этой истории также ясно, насколько важно, что мы слышим. Эти люди что-то слышали. Важно, что вы слышите. Что вы слышите, в то вы и поверите. Если достаточно долго слушать что-то негативное, вы начнете в это верить. Но и если достаточно долго слушать что-то правильное, вы начнете в это верить. Аминь. Итак, они привели человека, жизнь которого им была важна. Они привели его к Иисусу. И умоляли Иисуса возложить на него руку. Очевидно, они слышали об этом или видели, как Иисус возлагал руки на больных. Всегда ли он это делал? Ну, это один из действенных способов служения. Однако есть несколько действенных способов служения. Можно просто говорить слово. До тех из вас, кто не присутствует с нами в этом зале, я не могу дотянуться и возложить руки. Но это не единственный способ, чтобы получить исцеление. Есть другие способы. Вы можете просто услышать учение слова и поверить, и получить исцеление. Вы можете сами говорить слово и получить исцеление. Итак, этого человека привели к Иисусу, и в 33 стихе сказано «Иисус, отведя его в сторону от народа». Написано, что Иисус увел его от народа, в английском «от толпы». Но не толпа привела этого человека. Кто-то его привел, но, очевидно, там собрались и другие люди. Там присутствовали не только те, кто привел этого человека к Иисусу. И Иисус отвел его в сторону от присутствующих. Зачем он это сделал? Ну, тут возможны две причины. Кто-то может привести вас к Иисусу, кто-то может рассказать вам об Иисусе, кто-то может привести вас в церковь, кто-то может привести вас к Слову, но дальше все уже между вами и Иисусом. Люди не могут верить вместо вас. Люди могут вам помочь, подбодрить вас, принести вам истину, но в конечном итоге важно, во что вы верите об Иисусе, чего вы ожидаете. А это уже между человеком и Иисусом, а не между толпой и Иисусом. Итак, другие могут верить вместе с вами, но в конечном итоге вам понадобится также собственная вера, вам придется во что-то поверить. Невозможно просто подходить к Богу, к Его Слову и к церковным служениям с бездействующей верой. Верьте во что-то. Итак, это одна из возможных причин, по которым Иисус отвел его в сторону. Иисус понимал, да, люди помогли тебе добраться сюда, но мне важно, что думаешь ты, во что ты веришь. Мне нужно знать, что ты примешь. Это между мной и тобой. Но еще одна возможная причина, по которой Иисус отвел его в сторону, в том, что там была толпа. И иногда люди в толпе ничего не ожидают. Они просто наблюдают. Они строят свои предположения, они анализируют. Люди собираются вокруг движения Божьего по разным причинам. Так что, возможно, Иисус решил увести его от толпы просто потому, что если какие-то люди там были не в вере, они были бы помехой, а этому больному не нужны были помехи. В толпе присутствует множество разных систем убеждений. Кто-то может искренне верить в то, что Иисус делает и говорит, «А кто-то может насмехаться». И таких разных систем может быть несколько. Кеннет Хэгген, наш духовный отец, говорил, что всегда легче привести людей к исцелению в маленькой группе, чем в большой группе. Почему? Разве это влияет на силу Божью? Нет, но это влияет на веру людей. Бог может двигаться и в большой толпе, и в маленькой группе. Но в большой толпе не все верующие, не все верят в правильные вещи. Люди могут быть христианами и при этом не верить в правильные вещи, таким образом блокируя силу Божью, мешая ей течь полноценно, как того хочет Бог. Отсюда ясно, что окружение влияет на веру. Та среда, в которой вы находитесь, может повлиять на веру. Я не знаю, пробовали ли вы когда-то служить кому-то исцелением в больнице. Это не самая заряженная верой обстановка. Часто атмосфера там заряжена страхом, заряжена неверием. Входя в некоторые места, можно почувствовать отрицательную атмосферу. Там звучат слова страха, слова сомнения и такое ощущение, что все заряжено неверием. Может ли Бог там двигаться? Конечно, но эта атмосфера влияет на веру людей. Суть не в том, способен ли Бог что-то сделать, а в том, во что люди, находящиеся в этой атмосфере, верят. И это заставляет задуматься, «Не защищал ли Иисус чудо этого человека, уведя его из среды, в которой, возможно, не все верили?» Итак, когда вам нужно чудо, важно, кем вы себя окружаете. Это повлияет на вас и на вашу веру, и на то, что вы будете способны получить. Мы видим это в истории с дочерью Иаира. У начальника синагоги Иаира умерла 12-летняя дочь. И он попросил Иисуса прийти к нему домой и послужить ей. Он сказал, «Возложи на нее руки, и она исцелится». То есть у Иаира была вера. У него была вера. И Иисус пошел с ним. Иисус всегда идет туда, где вера. Он всегда идет за верой. Всегда. Сила всегда двигается там, где вера. Всегда. Итак, к тому времени, когда Иисус пришел в дом Иаира, дочь Иаира уже умерла. И люди плакали. Они любили эту семью. Они любили эту девочку. И они плакали, заряжая атмосферу страхом, сомнениями, скорбью, печалью. Иисус приходит Иисус с Иаиром, и Иисусу нужно было изменить атмосферу, чтобы произошло чудо. Он выслал плачущих и скорбящих. Почему? Потому что пришла жизнь. Жизнь вошла в этот дом. И Иисусу нужна была атмосфера, позволяющая жизни течь. А для этого надо выгнать сомнения. Нужно выгнать неверие. Нужно выставить за дверь близких с их наилучшими побуждениями. Возможно, они вас любят, но это не значит, что они верят Богу. Иногда плачущие близкие могут украсть чудо у нуждающегося человека. Вам нужны верующие близкие. А если они не собираются с вами верить, мы любим своих родных, мы любим своих близких. Но просто найдите в своей жизни людей, к которым можно обратиться, когда вам вокруг нужны верующие. Так? Такие люди должны быть в вашей поместной церкви. Обстановка важна. Атмосфера важна. Потому я и сказала, что, возможно, по этой причине Иисус отвел больного в сторону от толпы. Он защищал чудо этого человека. Вы скажете, разве не все, приходящие к Иисусу, приходили к Нему с какими-то ожиданиями? Да, возможно, кто-то ожидал, что Он потерпит неудачу. Не все всегда на вашей стороне, так? Поймите, большая толпа еще не означает, что в ней много веры. Может быть, большая толпа, но немного веры. Помните женщину, страдавшую кровотечением? Написано, что она пробилась сквозь толпу. Там было множество людей. Но она единственная исцелилась в этой толпе. Почему? Потому что она единственная верила. Большое количество людей не значит большое количество верующих. Аминь? Необходимо во что-то верить. То, что вокруг Иисуса собралась толпа, еще не значит, что они верят Его словам. Аминь. 33 стих. Иисус, отведя Его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши Ему. У моего мужа было помазание для исцеления ушей. Сам Иисус сказал ему, вкладывай свои пальцы людям в уши и прогоняй духов глухоты. И когда мой муж служил больным, он вкладывал свои пальцы в их уши и приказывал духам глухоты выйти. Именно это сделал Иисус. Он вложил свои пальцы в уши больного. Вы скажете, это не очень гигиенично. Больному нужно исцеление. Давайте поговорим о чем-то еще не очень гигиеничном. Он вложил персты Свои в уши Ему и, плюнув, коснулся языка Его. Видимо, Иисус плюнул на свой палец и коснулся языка этого человека. Кто-то скажет, я бы такого не позволил. Если бы вы достаточно сильно хотели исцеления, позволили бы. Что только люди не кладут себе в рот. Много всего неправильного. Кладите то, что произведет исцеление. Кладите на свой язык то, что правильно. Кладите слово на свой язык. Иисус не всегда так служил. Он не каждый раз использовал этот метод. Почему же Он использовал его в этот раз? Очевидно, Он следовал водительству Духа. Просто делайте то, что говорит Дух. Люди говорят, но ведь это нелогично. Неважно, логично ли это. Просто делайте то, что говорит Дух. Послушание создает атмосферу для чудес. Когда Дух говорит нам что-то сделать, и мы повинуемся, мы создаем атмосферу для Божьей работы. Иисус, несомненно, повиновался водительству Духа, служа этому человеку. Я сомневаюсь, что такое видели в синагоге. Так? Я сомневаюсь, что они видели пальцы в ушах. Я сомневаюсь, что они видели Его плюющим на палец и касающимся языка. Я сомневаюсь в этом. Но это неважно. Вы хотите чудо или нет? Хотите или нет? Аминь. Неправильно и недопустимо решать, каким образом Богу следует принести нам исцеление. Не надо Ему указывать. У нас есть нужда, и нам надо следовать Его указаниям, а не лидировать, пытаясь Его использовать. Нам надо сдаться Ему, чтобы Он мог использовать нас. Аминь. Итак, Дух может по-разному вести служителей в служении людям. И служа тем, кто встречается на вашем пути. В какой-то раз вы почувствуете, что нужно просто поделиться словом. В другой раз вы спросите, можно за вас помолиться? Есть разные способы. Просто следуйте тому, что в вашем сердце, и не пытайтесь найти формулу служения людям. У Духа Святого есть разные способы. Аминь. В 34 стихе мы видим одну очень важную фразу. После того, как Иисус вложил свои пальцы в уши больного и коснулся его языка, написано, «И воззрев на небо». «Когда вы служите больным, важно, куда вы смотрите». Иисус взглянул на небо, показывая, что его внимание и фокус на Боге, а не на этом человеке. Он отвел взгляд от человека, нуждавшегося в чуде, чтобы увидеть Бога чудес. Веря работает, когда ваше внимание на Боге, а не когда ваше внимание на нужде. Не когда ваше внимание на нужде, а когда ваше внимание на Боге. Позвольте сказать, жизнь веры – это плененное внимание. Это дисциплинированное внимание. Если вы хотите быть человеком веры, вы должны дисциплинировать свое внимание. Вы не можете себе позволить думать о чем попало, говорить все, что захочется, направлять свое внимание куда вздумается. Вам нужно жестко обуздывать свою умственную жизнь, жестко контролировать свои слова. Если вы хотите быть человеком сильной веры, веры, приносящей результаты, вам потребуется дисциплинированное внимание. Почему? Потому что ваша жизнь будет полна возможностей увидеть что-то неправильное. Куда вы будете смотреть? Каждый больной человек, который приходил к Иисусу, являл собой что-то неправильное. Куда бы Иисус не посмотрел, он видел болезни, так? К нему приходили толпы людей, и если бы он сосредоточился на них, он видел бы толпы больных, но он смотрел на небо. Аминь. Мне нравится рассказ одного английского проповедника, Смита Вигглсворта. Труднопроизносимая фамилия. Смит Вигглсворт. Он рассказывал один случай, когда его пригласили к прикованной к постели умирающей женщине. Она выглядела как олицетворение смерти. Она совершенно исхудала, и казалось, что она вот-вот умрет. Его пригласили помолиться за нее вместе с пятью-шестью другими христианами. Один за другим они по очереди молились за нее. Один молился, «О Боже, утешь мужа!» Другой молился, «О Боже, утешь детей!» И Смит Вигглсворт стоял там, думая про себя, «О Боже, заткни их!» Потому что она нуждалась в чуде, а они уже похоронили ее. Они уже похоронили ее. И когда настала очередь Смита Вигглсворта молиться, он увидел видение, он увидел лицо Иисуса над ее кроватью. И он провозгласил ей исцеление. И она была поднята с этой постели. Сила Божья сошла на нее и подняла ее. И уже позже присутствовавшие сказали ему, «Когда мы молились, она не исцелилась. Почему она исцелилась, когда ты молился?» Он ответил, «Все просто. Вы молились, смотря на умирающую женщину. Я молился, смотря на Иисуса». То, куда вы смотрите, определяет, какой поток потечет. Это очень важные слова. «И возрев на небо». Иисус смотрел на небо. Запомните, даже Иисусу нужно было направлять свое внимание на правильные вещи. Более того, Иисус заявил в Иоанна 14, 10. «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Иисус не полагался на Себя Самого. Он смотрел на Отца, сосредотачивался на Нем и напоминал себе о том, кто творит дела. Итак, взгляд и внимание Иисуса были прикованы к тому, кто совершал исцеление. Послушайте, вы никого не можете исцелить, но вы можете смотреть на того, кто исцеляет. Вы можете говорить о том, кто исцеляет. Вы можете разговаривать с тем, кто исцеляет. Богу не нужно, чтобы вы исцеляли. Он совершит исцеление. Иисус исцелит. Иисус – целитель. Божья исцеляющая сила течет. Ему просто нужно, чтобы у вас хватило веры это сказать. Ему нужно, чтобы у вас хватило веры смотреть в правильном направлении. Если мы хотим получить ответы на наши нужды, нельзя фокусироваться на нужде. Нужно сосредоточиться на том, кто восполняет нужды. В Марка 11, 23 сказано, «Если кто скажет, горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Заметьте, «скажет горе», а не будет говорить о горе. Не фокусируйтесь на горе. Фокусируйтесь на том, кто сдвигает горы. «Говорите горе, смотря на сдвигающего горы». Не говорите с горой, смотря на нее. Говорите горе, направив взгляд на сдвигающего горы. 34 и 35 стих. «И, возрев на небо, вздохнул, и сказал ему, «Ефафа», то есть отверзись, «и точись отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто». В расширенном переводе «как и должен был». Каждый должен быть способен слышать. Каждый должен быть способен говорить чисто. Каждый, кто принадлежит Богу, должен быть исцелен. Аллилуйя. Заметьте, он сказал ушам этого человека открыться. Он не изгонял никаких бесов. Он не изгонял никаких злых духов. Он просто сказал ему быть здоровым. Аминь. 36 стих. «И повелел им не сказывать никому». Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. Иисуса уже окружали огромные толпы, так? Он хотел касаться людей. Не просто, чтобы стекался народ, но чтобы приходили верующие люди. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain. Продолжение следует...